Всем привет! Сегодня речь пойдет еще об одном представителе помповых оружий в 12-м калибре в игре Escape from Tarkov и это Remington модель 870 или М870. Про патроны в этом калибре подробно было рассказано в предыдущем обзоре на дробовик MR133, все ссылки на него будут в описании. Тут же на этом останавливаться не будем, обозначу лишь то, что тестировалось оружие на топовых пулевых боеприпасах АП, а также картечи флешета для достижения максимальных результатов. В этом обзоре будем часто обращаться к сравнению с MR133, так как оружие схоже в своем классе по характеристикам и принципу игры. Remington будет уже чуть менее доступен, стоит в районе 32 тысяч рублей у лыжника на втором уровне, можно выменять у механика на втором уровне на укороченную версию Remington M870 и вот этот вариант обмена обходится совсем недешево и будет нам не выгоден. Лучше же самому кастомизировать, так как нам будет удобно, а выбрать тот есть из чего. Присутствуют различные стволы по длине, приклады, цевья с возможностью установки ЛЦУ и тактических фонарей, а также рукоятей. Можно установить коллиматорные прицелы путем установки переходной планки и это, пожалуй, нужно делать, чтобы уверенно вести прицельную стрельбу, так как стандартный прицел, как и в случае с MR133, малоиграбелен. Практически весь тюнинг бесполезен. Тут хоть и получается улучшить наши характеристики по эргономике и отдаче, сильно нам это не помогает. И играть с M870 легче не становится, так еще и удорожает его стоимость. Играть можно вполне со стоковым вариантом, ничего мы не потеряем и разницы особо не заметим. Единственное, что тут хуже, чем у MR133, кроме более высокой цены, это магазины на 4 патрона в стоке. Это можно, конечно, исправить, но зачем? Скорострельности то все равно нет и поэтому считают, что это лишнее. Мне вполне хватало и этого магазина, так как одна пуля находится в стволе и 4 в трубчатом магазине. Итого 5 пуль в нашем распоряжении. Проблем тут с этим не возникает, так как механика ружья в этом и заключается, что после любого выстрела мы можем спокойно дозарядить столько патронов, сколько нам надо. Тактика игры с M870, похоже, MR133. Геймплей будет аналогичным и схожа будет его эффективность, а значит зачем платить больше, если разницы существенной между ними нет. Отличается только анимация перезарядки и, как по мне, она немного удобнее, чем у MR133, но скорость та же самая. И в итоге мы получаем практически точно такое же оружие, как MR133, только за более высокую стоимость. Отличия между ними незначительные. И как MR133, Remington M870 я не могу советовать к использованию. Проходим мимо. Оружие добавлено в игру, по сути, для разнообразия. Никакой уникальности тут в нем нет. Конечно, укороченная версия не в счет. Реализовать ее не удается. Хоть задумка была и неплохой, сделать ультракомпактное и короткое оружие для зачистки помещений и завода. Единственное, что получается с ним зачищать, так это диких и пистолетчиков ЧВК, и то не всегда. И в итоге М870 никому не интересно и по страховке вернется всегда. Лично мне оно понравилось больше, чем MR133. Чуть комфортнее, но и дороже. Ну а главное, что это сейчас, все равно малоиграбельный класс оружия. Вернее, играть можно, но сложно. И считаю, что следовало разработчикам сделать большее отличие между Remington M870 и MR133. Стоит ведь он на 10 тысяч дороже, так и пусть будет лучше на эти 10 тысяч. А так они практически аналогичны. У М870 можно было, например, сделать немного быстрее скорость перезарядки, либо еще меньше вертикальную дачу, либо просто гораздо лучше эргономику. Ну или на крайняк сделать цену немного пониже. Имбу из этого оружия данный апп не сделал бы, но играть было бы гораздо комфортней. А на данный момент непонятно зачем платить больше с убийством диких и MR133 неплохо справляется. Поэтому Remington M870 не достоин нашего внимания. Ну и на сегодня всем спасибо за просмотр данного видео. Оценивайте его своими комментариями. Делитесь своим опытом использования M870. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Дальше будет еще интересней. Спасибо за просмотр!